Дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Ну а мы открываем нашу сегодняшнюю программу «Климат-контроль». Константин Рангс, морской геолог, учёный, журналист, пишущий о науке. С нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, Константин. Добрый день. Мы как раз находимся в таком удивительной точке, в удивительном времени, когда пережив достаточно такие аномальные для Латвии, там даже, говорят, какие-то были чуть ли не температурные рекорды, холода, переходим теперь в потепление. И вот чем грозит, вообще чем объясняются такие вот перепады температурные, и насколько они могут создать проблемы и для здоровья, и для передвижения, вообще существования нормальной нашей привычной жизни. Вот решили мы такую сегодня взять тему, поскольку именно в эти минуты вот минус начинает сменяться сначала нулевой температурой, а затем, говорят, на выходных будет уже до плюс пяти. И насколько хорошо это вот и для природы, и для человеческого здоровья? Ну, прежде всего, сразу можно сказать, что это плохо. И для природы, и для человеческого здоровья, и для нашей техники. Потому что сразу нужно сказать, что произойдет в ближайшее время. Есть все основания полагать, что особенно в восточной части Латвии пройдет так называемый ледяной дождь. То есть будет капать с неба переохлажденная вода, которая будет замерзать на земле и на ветках деревьев, на проводах, линиях электропередач и так далее, и так далее. Ну, по всем прогнозам, а надо сказать, что за последнюю неделю прогноз-то, заметим, в общем-то, сбывается. Ровно неделю назад мы говорили, что впереди нас ждут морозы, такая хорошая неделя зимы, а потом все поплывет. Ну, вот, собственно говоря, так и все получается. Еще что очень... Но зато по всей территории Латвии точно будет гололед. Ну, это совершенно понятно, потому что в течение недели были сильные морозы и грунт под дорогами, под взлетно-посадочной полосой аэропорта, под тротуарами. Он остывал, и сейчас будет капать на эту вот ледяную землю, охлажденную землю, будет капать вода. Ну, и что от этого мы будем иметь? Или, например, теплый воздух будет плавить вот этот вот снег. Он тоже будет сначала превращаться в лед. Таким образом, можно сказать, что если вы планируете какие-то поездки в течение ближайших нескольких дней, то надо крепко подумать, а готовы ли вы к этим самым поездкам. Потому что понятное дело, что, например, ладно, может быть, трассы основные, они-то как раз уже, например, я вчера вот мотался по Юрмальской трассе, но она суховата, можно сказать, уже была. Ладно, тут, может быть, ничего особенного не произойдет. Хотя все равно она начнет вымораживать влагу из воздуха. Вот что плохо. Это явление «черный лед» очень опасное. Кажется, что дорога просто влажная, на самом деле она ледяная. Но что будет с дорогами, так скажем, второй, третьей категории и дальше? Проселочными дорогами уже сказать очень трудно. В тех же самых дворах, на выездах. То есть, собственно говоря, лишний раз экспериментировать, наверное, не стоит. Другое дело, что, конечно, сейчас окажутся выигрыши те водители, у которых шипованные машины, причем шипованные, и которые имеют хорошую, новую, свежую шипованную резину. Вот как раз в этих условиях их покрышки, их машины будут наиболее оптимальны. Ну, они, собственно говоря, для этого и рассчитывают. Ну, опять же, надеяться на то, что шипы вас удержат, тоже не очень стоит. Вас-то они, может быть, удержат. А другую машину, у которой нету таких хороших шипов, можете не удержат. Конечно, у вас есть страховка. Это понятное дело. Но нужно ли вам, как говорится, опять обращаться, как говорится, к жестянщикам? Это еще очень большой вопрос. Но ведь кроме этого, что машины у нас будут сегодня скользить, будут скользить и ноги по этому льду. И вот тут мы переходим к вопросу здоровья. Если считать, что у нас примерно треть населения уже, так скажем, старшего возраста, ну, четверть населения в Риге – это пенсионеры, это уже известный факт. Так вот, у всех людей старше 15 лет ухудшается прочность костей. Особенно это наших бедных женщин касается. Ну, тут уже ничего не попишешь, биология у нас такая. Так вот, к чем идет речь? О том, что просто-напросто люди будут падать. Люди будут падать и ломать себе руки, ноги, дай бог, не гол. И вот тут-то как раз возникает вопрос, а стоит ли, как говорится, лишний раз дергаться и рисковать? Если у вас нету, опять же, каких-нибудь приспособств для того, чтобы, так скажем, сократить вот это вот самое… То есть увеличить сцепление с дорогой. Продаются, кстати, самые, наверное, популярные товары на некоторых интернет-платформах как раз такие приспособления, которые надеваются на обувь и снизу шипы. То есть вот для того, чтобы можно было ходить по такой скользкой поверхности. Да, это самая надежная вещь. Плюс еще, например, люди, которые пользуются тросточками, они, хорошими тросточками, они ставят как раз вот этот шип, выкручивают стальной, чтобы с его помощью можно было удержаться. Например, палки, ходилки, вот финская ходьба, скандинавская ходьба, там стоит вспомнить, что на хороших палках, если снять резиновый наконечник снизу, там тоже будет шип такой из твердого сплава. И проверено, что вот если с такими палками двигаться, то, конечно, устойчивость гораздо выше. Но все равно, как показывает опыт, даже с такими палками, если у вас скользящая обувь, то вы просто-напросто можете вместе с этими палками гропнуться. Поэтому сразу возникает вопрос. Ладно, это еще молодежь может себе позволить такие эскапады. Вот, у них кости мягкие, упругие. А вот людям уже, так скажем, за 45, за 50 уже стоит, опять же, подумать над тем, стоит ли им рисковать своим здоровьем. Ну и третий момент – это вопрос метеочувствительных людей. Ведь что сейчас на самом деле происходит? Вся эта неделя над нашим регионом царствовал антициклон. Антициклон – область высокого давления, ясная погода, выхолаживание, тепло уходило спокойно в космос, все благополучно. Этот вихрь вращается по часовой стрелке. Вот представим себе шестеренку. И вот эта шестеренка сейчас потихоньку катится, укатывается на северо-восток, в сторону Белого моря, туда, на русский север, так называемый. А на место ее с юга идет другая шестеренка – циклон. Причем этот сейчас центр циклона где-то над Польшей, ну где-то в этих местах. Он вращается против часовой стрелки. И вот эти два вихря сейчас как раз и затягивают теплый воздух с Балкан и с территории Черноморья. Вот воздух богатый влагой и теплый. Вот поэтому могут быть и снегопады, и дожди. Но сбоку, чуть севернее туда, приближаются еще два циклона. Молодых и рьяных таких, территории, как говорится, глубокие и очень энергичные. Они приближаются к Британским островам. И там возможны очень большие неприятности в плане и буранов, и штормового ветра. Но все это что означает? Эти три циклона, они, с одной стороны, друг другу совсем не друзья. И они тоже активно будут менять, так сказать, воздействовать друг на друга. В результате будет так называемая барическая пила. Давление воздуха вот сейчас было высокое, сейчас оно будет падать, потом оно опять поднимется, потом оно опять будет падать. И люди, которые действительно на это реагируют, в основном это гипертоники. А кто у нас сейчас не гипертоник? Сейчас вот уже в 35 лет гипертоники завелись. Так вот, эти люди как раз, и сам гипертоник, поэтому знаю, о чем говорю. Вот эти люди будут сейчас чувствовать такую млявость. У них тоже может повышаться давление, понижаться давление. Вот, они будут нервничать из-за этого. Это очень неприятное состояние. Поэтому, опять же, недаром стилисты говорят, что если вы чувствуете, что на вас влияет погода, будьте аккуратнее, соблюдайте предписания врача, употребляйте вовремя лекарства. И не волнуйтесь, и не дергайтесь. Опять же, вот такому человеку зачем ему сейчас скользить по льду в ближайшие часы, когда все начнется? Ну вот сейчас, ладно, сейчас вот по данным температура где-то минус три в аэропорту, да? А уже ближе к часу дня должен быть ноль. Вот к этому моменту, что называется, все и пойдет. То есть вечер сегодня нас ожидает восьма веселой, кавычка. А лучше всего что делать? То есть, получается, пересидеть эту погоду дома, не выходя на улицу? Ну, знаете, что такое улица? Если у человека есть такая радость, как собственный дом, то, конечно, он может выйти в свой садик. Вот, посыпал дорожки песочком, да, вот он тогда, значит, вышел и может в своем садике погулять или что-нибудь там сделать полезное. Вот. А если вам, у вас многоквартирные дома, и у вас, что называется, вся территория заставлена автомобилями, что вам лишний раз туда выходить без надобности? Вот так прямо скажем, да? То есть, или куда-то ехать, чтобы просто того посмотреть, как будет выглядеть ледяной дождь и как выглядит гололед. Вот. Дело все в том, что, судя по всему, сейчас будет достаточно кратковременное, но сильное потепление. Ведь действительно, говорят, разные расчеты есть, но говорят и о плюс четырех, и даже о плюс шести градусов. Но это где-то, опять же, на несколько дней, пока вот этот вот засасываемый с юга воздух не кончится. Потом что произойдет? Потом циклоны выдавят, антициклон окончательно на северо-восток. Будет у нас здесь пасмурная такая мерзкая погодка на улице стоять. Но запасы тепла заканчиваются, и температура встанет около нулевой отметки и начнет качаться плюс один, минус один, плюс один, минус один. А вот что дальше, через следующую пятницу, сейчас толком никто не знает, потому что никто не знает, как поведет себя вот эти три циклона, которые, когда проходят над нами, они же начинают засасывать холодный северный воздух. И вот есть такой расчет, что когда эта вот линия циклоническая пройдет, то вот тут-то как раз у нас к Рождеству, а может к Новому году, опять погода будет достаточно прохладненькая такая, минус три, и пойдет снег. То есть какое будет у нас Рождество и Новый год, белое или черное, пока что называется, никто сказать не может. Варианты по разным расчетам, 50-50, 50 на 50. Так что нужно к этому готовиться. Какие, например, как реагируют животные в этой ситуации, вот насколько и сама природа к таким неожиданным потеплениям? То есть не воспринимают ли животные это как начало весны ложный? Ну, слушайте, животные, они тоже люди, по большому счету, вот, или люди-животные. Можете посмотреть на своих кошек, собачек, там, хомячков. В общем, в такую погоду обычно они в массе своей проявляют такое неудержимое желание поспать, забиться куда-то в угол, согреться и, собственно говоря, не показываться никому и нигде. Вот, по одной простой причине, это, естественно, очень нехорошее состояние. Потому что, да, и животные точно так же реагируют на все эти скачки. Тем более, ведь чем плохо вот такие и такие скачки, и давление, и температура, они нарушают, как бы, сложившиеся за последние тысячелетия более-менее стабильный ритм жизни, который уже зашит генетически. Зашит, вы посмотрите, даже в теплых, этих самых, вполне обогреваемых зоопарках медведь идет в спячку. Или, например, какой-то там сибирский суслик, вот, прячется и засыпает себе. Да все по одной простой причине, потому что уже это так положено ему, ему положено зимой спать. И вот, когда происходят вот такие скачки, да, это его будет. А что дальше делать? Он не приучен природой, что он, что называется, по команде то лег, то встал. Но это не очень хорошо. Еще хуже для растений, у которых достаточно четкий режим. Растениям достаточно нужно много времени, чтобы проснуться, но опять-таки им же, как говорится, они не могут после того, как начали распускаться, да, началось движение соков, взять, решить, что все, а, фальш-старт, вот, спим дальше. Куда эта вода, куда эти соки денутся? Ведь, собственно говоря, наши деревья в нашей природной полосе, они же проводят целенаправленную подготовку к зимовке. Они высыхают. Почему, кстати, традиционно дерево, лес заготавливали, дрова заготавливали зимой? Потому что зимой даже живые деревья высыхают. Сделано это для того, чтобы вода, находящаяся внутри ствола дерева, не разорвала, как мы помним, вода при замерзании расширяется. И она разрывает деревья, вот, просто разрывает деревья. Если морозы, это уже практика тоже показала, если морозы ударяют не вовремя, когда дерево еще не подсохло, то оно просто убивает эти морозы деревья, они лопаются. Вот, по этой причине это очень опасная вещь. А что вот мы уже говорили неделю назад по поводу несчастных этих зимых. Вот теперь посмотрите, фермеры наши посеяли зимы. Сейчас вроде хорошо, снежок попал, все замечательно. Вот если бы так было до весны, то можно было весной предвкушать хороший, богатый урожай зерновых. Ну, а сейчас что? Сейчас начнет все таять, потом морозы ударят. Эти зерновые побьет эти самые зимые ростки зелененькие. Потом опять будет холодно, потом опять снег, но к весне уже уцелеет очень их небольшое количество. И все, весеннего урожая не будет, значит, цены на зерно начнут повышаться. А цены на зерно, прошу прощения, это цены на самые разные продукты. Спирт питьевой делают, прошу прощения, из зерна. Зерно идет на корм птицы и с другим, если с хозяйственным, животным. Ну и в конечном счете хлеб надо тоже печь из зерна. В общем, короче говоря, одно тянет за собой другое, и картина достаточно такая неприятная. Новый виток повышения цен нас может ожидать к весне, именно вызванный вот этими погодными неурядицами. Ну вообще считается, что да, и опыт показывает, что да, плохие вот такие скачкообразные зимы очень здорово влияют в отрицательном смысле к сельскому хозяйству. А, да, фрукты, например, да, тоже, кстати, представьте себе, было же такие прецеденты, когда неожиданно в январе теплело, а потом ударяли морозы. Они губили почки, и на следующий сезон не было достаточного хорошего урожая плодовых. Ну, имеется в виду и яблоки, и груши, и сливы, и ягоды. То есть, собственно говоря, радоваться тут нечему. Понятное дело, что никто не радуется при такой погоде, как мы видим за окном. Но факт в том, что это как раз только, это тут еще вот одна соломинка, которая падает на спину многострадальной экономики. Ну и не забывайте о том, что такая погода, вот именно такая погода, вот, она же погода с высокой влажностью. А высокая влажность и температура вот около нуля, это самое лучшее, что только может быть для существования вируса. На капельках воды. Для его распространения. Дело все в том, что когда мороз, воздух сохнет, он высыхает. Происходит вымораживание. Может быть, обращали внимание, что в хорошей морозе какие-то снежинки падают с неба, а небо абсолютно чисто. Это мороз вымораживает влагу из самого воздуха. И воздух становится сухой. Сухой воздух – это тот самый воздух, который совершенно нехорош для вируса. Потому что вирус сам по себе так существовать не может. Ему плохо, он разрушается. А вот когда есть капельки жидкой воды, около нулевой температуры, первые градусы, то ему хорошо циркулировать на этих капельках. Так что и по этой причине, так скажем, из методов погодный скачок, в общем-то, нам ничего хорошего не приносит. Это касается не только коронавируса. Это и грипп, и всякие другие вирусы, которых, как говорится, мы вдыхаем в изобилии. Это вот природная такая проблема. Прозвучало вот про фермеров, и буквально пришла, по-моему, вчера новость из Франции. Но это, может быть, она уже не связана с этими погодными условиями. О том, что французские фермеры достаточно провели массовые акции протеста. Они сливали, по-моему, чуть ли не тонны навоза на дорогах страны в знак протеста против решения Франции присоединиться к зеленой экономике. И, ну, там, я понимаю, что опубликовали, очевидно, расчеты того, какие изменения произойдут. И фермеры посчитали, что их интересы не учли, и они очень могут сильно пострадать из-за, в общем-то, решений правительства, французского правительства. Ну, и повели себя очень, ну, я понимаю, так, достаточно агрессивно, дали понять, что они с этим не согласны. Вот получается часто, что те люди, которые принимают решения, касающиеся, судя, там, тысяч, даже миллионов людей, не всегда могут просчитать последствия. То есть, с одной стороны, понятно, что нужно спасать, в общем-то, наш мир, спасать экологию, но какой ценой? А вот тут как раз есть такая проблема с системой выбранной демократии. Дело все в том, что любой политик, любой политик, он, естественно, учитывает свои возможности, в том числе и для переизбрания, как он взаимодействует с избирателем. И вы посмотрите, такую простую вещь. Сейчас фермер, это, допустим, сто лет назад подавляющее большинство работающих, даже в Европе, были заняты в сельском хозяйстве. Сейчас сельское хозяйство интенсифицировалось, стремительно, наверное, одно из самых прогрессивных, таких сильных ростов было за последние сто лет. И вот тут-то как раз интересный момент. Сейчас вот этих фермеров в процентном количестве, это же избиратели, их относительно немного. По отношению, например, к служащим или людям, которые работают в сфере услуг. То есть их голосами, по большому счету, можно монкировать. Не обращать внимания. Недовольство фермеров не приведет к тому, что вас не переизберут. Их мало, этих фермеров. Но в этом и заключается проблема, дефект, так скажем, методологический. Но эти люди кормят оставшуюся публику. Прошу прощения, ни сфера услуг, ни чиновники, ни айтишники, никто сами ничего не производит, чтобы можно было съесть. Если не будет фермеров, через месяц можно быть абсолютно уверенным, большая часть всего нашего населения вымрет. Элементарно, от голода. Так вот, эти немногие, они пытаются каким-то образом, всеми такими, так скажем, энергичными акциями скомпенсировать свое малое число. Пытаться заставить людей задуматься над тем, откуда вы берете. Ведь даже смешно говорить, когда школьники не знают, как получается молоко. И выступают за молочные продукты, и при этом считают, что нужно ликвидировать поголовье коров. Ну вот, ладно. Ну, ладно. Чтобы все это засеять, отборонить. Вот спросите сейчас активистов многих или там чиновников, сколько раз фермер должен в течение года на поле выгнать свой трактор, чтобы у него получился хороший урожай. До 90% даже и представляете, у них представление есть. Вот попахал, вот, а потом убрал. А сеять, а, ну, посеял третий раз выехал. А когда вы будете обрабатывать, допустим, от привредителей, от сорняков, вам это нужно еще и убрать, а потом опять вспахать. В общем, короче говоря, регулярно вы должны выходить на поле. И вам нужно, чтобы у вас была энергия для вашего трактора. Потому что в противном случае нужно будет всю эту толпу людей сферы, так скажем, культуры и искусства вместе с сферой обслуживания отправить туда, куда, куда сто лет назад она откуда вышла. То есть в поля. Сейчас очень интересно, как раз по случаю 30-летия распада СССР, публикуют фотографии, ах, как ужасно, мы работали на овощебазах. А я помню это время прекрасно, да. Технологии изменились, да, и не нужно работать на овощебазах. В том случае, если у фермера есть технические возможности и доступная энергия, чтобы заменить ваши руки автоматикой, машинами. Когда говорят про то, что у нас будут роботы, забывается вопрос, откуда возьмут эти роботы электроэнергию. Как показывает опыт этой осени, достаточно плохо дуть ветру, и вдруг энергия куда-то пропадает. Либо она растет в цене. Сейчас очередные новости у нас, как поднимается цена электроэнергии. А ведь есть еще одна проблема, вот подсчитано, что роботы могут делать очень хорошо однообразные какие-то действия. Однако вот приподнять каждый кустик клубники, проверить, посмотреть, созрела ягодка какая, а не созрела, и какую взять, и в какую положить лоточек. Вот все это, с этим лучше справляются человеческие руки, и вот самый простой работник делает гораздо быстрее работу, чем профессиональный робот. В том-то и дело. Вот это тоже очень важная вещь. Робот делает то, что запрограммировал ему человек делать. Но опять-таки, главная проблема, смотрите, можно восхищаться сколько угодно, допустим, разработками прыгающих, человекообразных роботов, собачек, но забывается одна простая вещь. Лошадь, например, ее можно покормить, попоить, да, и она будет пахать. Вот реально, в самом прямом смысле слова. И она будет пахать весь день. Сколько будет пахать вот такой вот электроконь, я имею в виду. Всего лишь, в лучшем случае, часа-полтора очень быстро в нем сдохнут батарейки. Просто-напросто современные аккумуляторы имеют самые лучшие аккумуляторы. Примерно в 10 раз меньше энергоемкости, чем, например, тот же самый соляр. Ну и солярка гораздо хуже по эффективности получается, чем сено для коня. Вот в чем парадокс. Это же, когда говорят о том, что удивляются, почему, например, армии, даже во Вторую мировую войну, не отказывались от использования конной тяги. Ну, во время военных действий, а просто по одной простой причине. Лошадь можно накормить сеном, каким-то зерном. Особенно военные лошади, которых приучают многих к разнокормице. Их что нашел, их тут же можно, что называется, подножный корм. Это не образное, это реальное такое. Подножный корм, что лошадь нашла, то и съела. И все, и дальше худо-бедно, но она, бедняга, что-то тянет. А если у вас нет, условно говоря, зарядной станции для вашего электрического коня, то что будете вы с ним делать? Вот и получается, что мы сами по себе усложняем и делаем нашу цивилизацию все более уязвимой, уязвимой, еще более уязвимой. И вот эти все скачки, как раз вот природные, они показывают, да, они показывают, что они нарушают вот этот вот заведенный ход жизни. И поэтому мы-то, по большому счету, развитые страны и говорят, давайте мы сейчас что-нибудь сделаем, чтобы остановить вот эти вот качели. Потому что, ну, реально, мы не приспособлены к таким условиям. Будем говорить откровенно. Случись какая-то вот такая реальная климатическая катастрофа, я же даже не говорю про какую-то войну. Нет, просто климатическая катастрофа. То выживут как раз самые примитивные общества. Потому что самые примитивные общества, которые сейчас вот, я до сих пор помню, как мне в свое время довелось оказаться в одной сахалинской деревушке, на Сахалине, на острове. Там был очень сильный снег. Там вообще регулярно бывали такие снежные заносы, 2-3 метра снега. Все обледеневало, поезда останавливались, занесенные снегом по крышу. Народ брал лопаты, откапывался, все-то, в общем, как-то шло. Но самое интересное, вот в этой деревушке, выяснилось, что у них там постоянно такое. Но эти люди умели делать, заготавливать дрова даже, что называется, из-под снега. У них уже там планы были, где, куда, какую нору рыть, чтобы вот там что взять. Взять себе в мор, вот ведь только крыши. А они там, как эти самые, как мыши-полевки, роют себе ходы, потому что точно знают, где что лежит, где у них вода, где они наберут. Они говорят, да ничего, никаких проблем, ты не расстраивайся. Мы тут все можем сделать сами. Понимаете? Или жители, возьмите африканских каких-нибудь бушменов, которые ходят по пустыне, потом выдергивают какой-то корень. Выясняется, что этот корень – источник воды, а под корнем сидит съедобная мышь какая-то. То есть эти люди, они переживут катастрофу. А вот наша построенная цивилизация, вся из себя такая, да, она может развалиться элементарно, если сбрендят, например, наши спутники. Но это, кстати, это, кстати, любимый, мне кажется, сюжет всевозможных таких апокалиптических фильмов и сериалов, когда вдруг выясняется, что в группе выживающих вдруг эти маркетологи, и технологи, руководители разных областей, они совершенно не приспособлены вот к выживанию, а выживают вот как раз-таки простые, вот рукастые мужички, которые знают, где что вот прикрутить, где что вот сделать своими руками. Да, вот эти вот мужички, бабоньки, эти люди, да, мы можем сейчас в таких спокойных условиях над ними ерничать, да, вот, как, допустим, там, те же самые фермеры, он принесли, на островский дали, да, вот они там такие все из себя. Но эти люди живут на земле, и, в принципе, если с городами будет все плохо, то они все равно проживут, потому что их жизнь заставляет всегда искать пропитание, а по большому счету без пропитания нас очень мало что волнует. Вот опыт мировой исторический показывает. Нету еды, и не волнует ни политика, ни социальные права, ни права человека, никакие права. Должна быть пища. Нет пищи, вы покойник. А ослабеете, между прочим, уже через 5-6 дней. Поэтому, когда показывают голодающих, что они там голодают 40-50-60 дней, вот это периодически, это все ерунда. Это не голодовка. Голодовка – это когда у вас просто нет еды. И тогда уже, через две недели, вы превращаетесь в такую бледную фигуру. И вот это очень важный момент. Мы должны понимать, что, в принципе, с одной стороны, да, действительно, все вот эти климатические фокусы, они ударяют прежде всего индустрии получения еды, без которой мы существовать не можем. И это плохо, и поэтому нужно думать. И нужно думать о том, как помогать нашему сельскому хозяйству. А то тоже, знаете, иногда такое презрительное отношение к нашим селянам. Вот мы тут в городе все такие цивилизованные у нас, айти, тут и седы 50-е, а эти там копошатся. А вот можете себе представить, селяне, с каким ужасом они сейчас и напряжением смотрят за метеорологическими сводками? Потому что это все вопрос их выживания в большой степени. Ну или разорение там, ладно им, конечно. И вот что еще важно. Мы говорим о том, что у нас тут не уродилось что-то, мы можем купить за границей. Проблема вся в том, что и за границей может, как говорится, что-то не уродиться, быть наводнение, извержение вулкана или что-то еще. И когда вот тогда поднимаются цены, вот тогда все мы неожиданно удивляемся, а почему же все-таки так получилось? У нас такой, знаете, грета-турмбизм в голове завелся, которая вот, ну это понятно, это можно простить 18-летней девчонке, которая говорит, что взрослые все усложняют, на самом деле все просто. А вот на самом деле люди как раз склонны все упрощать в массе своей и не очень хорошо представляют, какие существуют длинные запутанные цепочки современных поставок, перепоставок, чтобы в коричном счете у вас утром была возможность включить свет, чтобы в квартире было тепло и чтобы у вас на столе был кусок колбасы, чай или еще такие вещи. Посчитайте, откуда все это взялось, и это, честно говоря, заставляет так несколько задумываться о том, что как может вся вот эта вот пирамида нашего благосостояния очень быстро рухнуть. Но на данный момент, сегодня и ближайшие дни, очень важно не рухнуть нам самим на голове. Прекрасная концовка к сегодняшней беседе Константин Рангс и программа Климат-контроль. Спасибо большое, Константин, и хорошего дня до следующей пятницы. До следующей пятницы. До свидания. На одной волне с горной.